привет всем зрителям моего канала сегодня видео мне надо изготовить ребенку на велосипед держатель для бутылочки с водой то есть вот такая бутылочка с водой можно купить вопросов нет то есть стоит она копейки я тоже все это знаю как бы делать нечего решил сделать сам ведь есть у меня кусочек вот такой нержавеющей проволоки я не знаю от чего это диаметр 5 миллиметров нашел кусочек пластины измерил диаметр бутылочки диаметр бутылочки у меня 65 миллиметров я нашел трубу полтинник будем использовать ее как формочку беру проволоку приблизительно по центру делаем такое движение получилось вот такая вот гранда следующим этапом беру приблизительно одинаковое расстояние приблизительно это около полутора сантиметров и загибаем надо сделать угол чуть чуть больше чем 90 градусов получилась у нас вот такая вот вещица теперь беру бутылочку собственно делаю замеры как вы видите я делал специально меньшим диаметром чтобы вот эту вещь сейчас немножко разогнуть и она будет как раз по форме бутылочки чуть-чуть надо ее разогнуть разгибаем примеряем то есть видите да сейчас это практически то что нам нужно я приблизительно примеряю где мне нужно сделать дно если допустим вот так вот берем бутылочку где-то вот здесь у нас будет донышко ну для начала поразгибаю эту ерунду и Так, здесь обратите внимание, я делал сразу немного на конус, это для того, чтобы нам потом плавно выйти на вот эту пластину, на заднюю стенку, ну и чтоб бутылку оно немного облегало, значит я отметил, как уже показывал по бутылке, мне надо 11 с половиной сантиметров сделать донышко, опять же зажимаю все это в тиски вот так сейчас и аккуратненько молотком делаю 90 градусов, единственное обратите внимание, что если у вас сгиб здесь, то гнуть надо в эту сторону, понятно да, по бутылке все было, опять же ничего сложного, тиски зажал, здесь тоже желательно угол сделать, как я уже потом подумал, 90 градусов, желательно сделать чуть-чуть угол меньше для того, чтобы она как пружинка работала, чтобы бутылку немного прижимала кран для этого я вот так вот делаю, потом немного и поднимаю, так немножко еще сделаем больше уголок, в итоге должно получиться что-то нечто вот такое, и тут соответственно плавно выходим на любую уже ширину нашей заготовки, которая будет крепиться кран. Следующий этап опять достаточно простой, влаживаем бутылку, так как это должно быть, то есть донышко у нас уже есть, боковая стенка есть, теперь надо собственно приварить вот эту вот планочку, которая будет и крепить все это изделие к раме велосипеда, ну вот так прилаживаю и вот маркером делаю отметки приблизительно вот по бутылке как оно будет, теперь ну есть два варианта, можно конечно точками приварить прямо сюда и не заморачиваться, но я хочу чтобы она работала как пружинка, поэтому я вот так загну и приварю их вот так по бокам, то есть мне кажется так оно будет прочнее чем здесь одна точечка, сейчас отмечаю такое же расстояние на второй, опять же тиски и все как обычно, для того чтобы у меня было какое-то там место для маневра я сначала зажимаю тиску в одну вещь, позиционируем ее ровненько и это дает мне возможность ее вот так вот как-то более-менее делать, с другой стороны зажимаю также второй опять же по метке более-менее позиционируем, сначала рукой немножко сейчас догнем все получается у нас вот такое вот изделие ну из-за того что мы немного в стороны ее выгибали, поэтому видите эти усики получились немножко раздвинутые, но мы сейчас опять же в тисочках все аккуратненько оно нормально все гнется, то есть выравниваем так как нам нужно в тисках работать хорошо, приятно поэтому раз, ну смотрим визуально, вторая у меня тоже немножко можно подровнять вот у нас получилось вот такая вот конструкция вот здесь влаживаем бутылку, бутылка у нас здесь будет нормально крепиться то есть все она здесь выравняется, смотрим где надо подогнуть, подровнять по бутылочке ложится все ровненько смотреть вот здесь надо немножко вовнутрь их позагибать ну это сейчас технические вопросы, это вы сами уже все увидите я сейчас отключусь более-менее, тут все подровняю ну и следующий этап самый простой, это нужно вот так вот приварить вот эту заднюю планочку беру металлический уголок для того, чтобы сделать ровную базовую поверхность то есть вот это допустим будет у нас рама велосипеда и нам надо, чтобы все хорошо прилегало поэтому я беру вот эту пластину, предварительно на наждаке ее всю позакруглял по размерам более-менее вымерял, для того, чтобы потом нам не мучиться сейчас это удобно, потом это будет неудобно зажал это клещами, ну и собственно суть такая вот так я сейчас прилаживаю, ровняю и полуавтоматом на несколько точек все это приварю сварку я показывать не буду, боюсь испортить телефон поэтому давайте уже заварю, тут ничего как бы сложного нет потом включусь и покажу результат значит поработал немного турбинкой ну вот эта часть, которая будет прилегать к велику, это самое главное она должна быть ровненькая, плоская то есть здесь у нас все зашибись здесь, ну где подлез турбинкой, там подлез тут она у нас особо ни на что не влияет единственное, вот эти скосы я сделал плавные, чтобы бутылку не царапало так, ну здесь она закрасится я думаю ничего этого видно не будет ну и собственно, ну вот видите да, получилась она под небольшим углом то есть вот эта вещь работает как пружина это дает нам возможность вставлять сюда бутылки разных диаметров то есть сегодня у меня такая бутылка, завтра может быть немного тоньше то есть я специально сделал под бутылки стандартные какую-то дорогую бутылку я не покупаю то есть я предпочитаю лучше каждую неделю какую-то дешевую покупать, выбрасывать, чем ухаживать за какой-то дорогой вот так все это смотрится со всех сторон видно, не видно да здесь пружинка поджимает то есть видите да никуда она не вылезет никуда она уже не выпрыгнет из велика то есть все будет нормально закончил я изготавливать держатель для бутылочки сделал и себе в принципе то, что вы видели на видео это вот этот держатель, это я делал себе на велик я его покрасил точно по такому же принципу я изготовил вот ребенку значит трудности были в том, что очень мало места ни дрелью не залезешь вообще тут места практически нет значит делал под самую маленькую бутылочку которую нашел это вот такая вот от детского сока сандора это у меня образец вот так все получилось на две заклепки посадил то есть чтобы тут не мучиться в принципе все отлично получилось значит себе покрасил эту не красил, заказчик сказал будет сам что-то красить пускай красит бутылочка всовывается держится отлично давайте я вам покажу то есть в принципе видно вот я этот велик трушу как хочу, эта бутылочка отсюда не выпадает я думаю заказчику понравится таким образом мы сделали тюнинг детского велика то есть как вы помните в предыдущем видео я показывал вот эту вот подставочку подставочка работает, заказчик доволен никаких нареканий нет сейчас пошел сдавать вот этот заказ ну сразу скажу заказчик очень привередливый поэтому может еще не принять придется переделывать ну вот и подошла работа к концу как вы видите все уже покрашено покрашено черной краской очень красиво смотрится вот так выглядит фляга держалка все работает ребенок уже несколько недель пользуется доволен в принципе делали не зря кому видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал буду продолжать снимать какие-то интересные видео всем пока пока